У нас работает деревня, это 100%. И если у нас система торговли пытается, а они тоже свою работу оценивают с точки зрения экономического соображения, сегодня время такое, и многие магазины на селе для них убыточны, потому что сколько тут можно товара привезти и какие. Предметы первой необходимости, большой выручки тут не получишь, а сегодня мы в преддверии рынка, прибыль, деньги и так далее, первое место. Мы стоим горой, ни один магазин практически не закрыт. Или же, если там действительно 10 человек осталось, то гарантия, 120% гарантия о том, что там автомагазин будет обслуживать эту деревушку и этих людей, которые там живут, так, как они скажут. И столько, сколько они скажут. Это действительно так. И сегодня вот Елена Саниславовна здесь сидит, представит советы, другие представители. У нас нет жалоб от людей на обслуживание, вот магазинное обслуживание автолавками. Причем это не просто чисто случайно, да, подбирается не просто водитель, а человек с соответствующим внутренним содержанием, соответствующим. Это человек может даже сказать, хоть с одной стороны профессия водителя, но это психолог, это социолог, это человек, который любит людей. Поэтому для людей пожилого возраста, вот встреча, ежедневная встреча или там через два на третий день с представителем района, кто бы там ни был. Это тоже как бы, это ихний образ жизни, это получение новейшей информации, не откуда-то, извне, а живое слово. То есть это их реальная жизнь. Это первое. Теперь, как было сказано, значит, медицинское обслуживание. 29 ФАПов были, есть и будут пока. Как бы сложно ни было. Хотя сегодня, с точки зрения экономики, надо подумать, что делать с этими ФАПами. Вы знаете ситуацию в системе здравоохранения, как тяжело. Найтяжелейшая сфера сегодня, это система здравоохранения. Тем не менее, работают. Более того, вот пример тех же Карпичек. Пожалуйста, ФАП работает. И причем этот ФАП предусматривает, чтобы человек, работающий там жил, семью содержал, себя, так сказать, там хозяйство держал. Я думаю, что это хороший и правильный подход. Значит, вот эти вопросы. Дальше, автобусное сообщение. Конечно же, нам хотелось бы, мы привыкли к автобусному сообщению советского периода. С этим останутся. Их не переубедить. Ну, наверное, это естественное состояние. Это трудно. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы наши школы функционировали достойно, в садике работали. Потому что ждать, покуда приедут сюда со стороны, где-то с Витебщины или даже с Речицы или Рогачева сюда, кто-то приедет, это случайность. Надежда только на возрождение своих регионов, на своих людей, которые здесь росли, корни которых здесь. Поэтому мы что? У нас есть такая программа «Твой выбор». Программа райисполкома. В чем она заключается? Заключается в том, чтобы максимально не потерять ни одного выпускника-школьника и предоставить из возможного ему помочь, вот обрести себя с тем, чтобы он вернулся. Что это значит? Мы сначала ее определили как одаренные дети, а потом прикинули, решили, что мы ошиблись. Ведь, в принципе, любой ребенок – одаренный ребенок. Просто мудрость педагога или взрослых определить вот эту одаренность. А я уверен, если это нормальный ребенок, то он одаренный. Просто его надо увидеть. Это профессионализм, высший пилотаж, в первую очередь, педагогов и всех других. Поэтому мы назвали эту программу «Твой выбор». Что это значит? Это значит, если ребенок, имея сдвиг по фазе в математике, так мы должны его поддержать в этом плане, чтобы он поступил как целевик в институт. Пусть он будет в будущем великим математиком, пусть он не вернется в нашу школу учителем. Прекрасно. Будет где-то в институте, в столице работает. Он будет проносить благо нашей Родине, нашим людям на здоровье, как говорится, высокого полета тебе. Но если у человека золотые руки, может он в математике слаб, но вот он может древко для косы сделать, только такое, как он. Ну, бывают такие самородки, это ясно. Это тоже наш человек. Мы должны помочь ему найти учреждение, где он мог бы получить определенную профессию. Может быть, договориться с руководителем хозяйства, чтобы он был стипендиатом этого хозяйства. Переговорить с родителями, что если ваш Ваня закончит техникум или училище, вернется к нам, так вот ждет его квартира вот такая. Вот работа, вот зарплата, вот такая перспектива. Если человек может быть недостаточно силен умом, но он ногами хорошо работает, то есть способен, так сказать, где-то, ну, как спортсмен себя проявить на здоровье, мы, и такие люди нам нужны. Нужны, значит, спортсмены, как спортсмены, в будущем инструктора, так сказать, в нерабочем времени, а эти тоже люди нужны. Короче, любому ребенку при взаимопонимании школы, родителей, ребенка и властей, есть шанс найти себя, в плане, так сказать, определения себя в будущем, как поиска профессий, и потом возврата сюда, на свои места и, как бы, самоопределения. Мы считаем, что человек в идеале должен самоопределяться по взрослой жизни, а то в идеале, там, где он родился. Это же сильнейший, красный такой критерий, тормоз. Он еще подумает, как себя вести, когда рядом, вот, все близко, ведь если я совершу неотъемлемый поступок, так это же тень этого, черная тень, соотносится ко всей моей родни, а деревья, это ведь полдеремьи родни. Это здорово. Так, все. Наверное, тут кукуруза уже истомилась. Жители нашей территории. Местные нас знают, наш коллектив. Для иногородних представляю фольклорный, этнографичный коллектив «Крыниченко». Все участницы нашей самодеятельности проживают в деревне Карповичи. Коллектив наш постоянно принимает участие во всех мероприятиях районных. В прошлом году мы участвовали в фестивале народного творчества «Бирогиня», который проходил в нашей Гомельской области, в городский поселок Октябрьский. Нам вручили там ценные призы и диплом. Коллектив наш исполняет и народный фольклор, и современные, более такие, ну, тоже народные песни. Вот. Я журу все сохранить. Послушайте, пожалуйста. Ку-ка-ва-ла, дядю Ленька, в садина по мосте, Эй, приехали до девчины, Три казаки в гости, Один и дед коня не одет, Другий святлов я жалей. Третий стоит под ахтенцем, Добрый вечер кажем, Добрый вечер старом мочи, Дай воды напиться, Эй, твоя дочка пригожая, Дай вод поделиться, Кружка ухотела, Под ахтенцем ягоди дай на пища, Эй, моя дочка, У святрицы, Иди поди веща. Кружка ухотела, Моя люба, А шагер нища, А для люба, Воду строять и буду, Учатись по зелененькам на дубах, Воду строять и буду, Учатись по зелененькам на дубах, Ой, ты, слоги, молоденький, В тебе ходить вороненький, Вся злая, Коня я ждал, Вора ты не моя, Я не твоя, Вся злая, Коня я ждал, Вора ты не моя, Я не твоя, ПЕСНЯ 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 От нашего делегации вот вам такой сладкий сувенир небольшой. Спасибо. Спасибо за внимание к нам. Мы стараемся не для себя, мы стараемся просто для своих жителей, для своей деревни. Потому что на самом деле... Мы умираем каждый праздник отмешаем тут, спеваем. Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Я смотрю по телевидению, скажем так, выступают, там все. Мне что нравится, что мой сыночек младший. Ну, со старшей, скажем так, со старшей сыном, что я могу там сделать что-то. Ну, единственное, где, скажем так, накладывался полностью, это в 78-м году, когда, скажем так, в 700-м городе попал. О, приближаемся, сейчас еще чуть-чуть, и мы почти готовы. Не тратить свет. От вас не снимают вопрос 10. Тогда свет надо будет выключить. Ну, может... Я вам объяснил, да? Мысли, вы поняли? Нет. Делается быстро. Сюжет мы посмотрим. Сюжет мы посмотрим. Приготовились? Поехали. Внимание на старт. Пожалуйста. Не без вопроса. Ну, кто следующий? Притом, самое интересное, приходя сюда, вы говорите, и все? Да, и все. Повторить, пожалуйста, мы не поняли, от чего мы тут бегали. Сколько он собирался часов? Сколько он собирался часов? Ну, быстрее давай. Да не могу быстрее, но... Ну, тогда отойди, он за тобой за люди стоят. Пожалуйста. Ноги, главное, подсушить чуть и все. Ну, а не мокроваться. Ну, бегом. Ну, бегом. Ау! Ну, и как? Попало. Вроде ничего. Вроде ничего. Ой, как жгет, ой, как жгет. Ничего не жгет. Еще медленнее. Все нормально. Я скажу, что и чем дальше, но быстрее, быстрее, быстрее остывает. Кто хочет успеть, торопитесь. Так, я успела. Буквально еще чуть-чуть, и совсем не успеет. Это называется спортивный азарт. Называется дурной пример. Когда со школьниками делаем, буквально там вот пять минут они затаптывают весь костер. Почему я говорю, что углей надо много? Видите? А свет, погаси, погаси свет. Погаси свет, и вот идет. Оголовкает. Оголовкает. Как обливать. Сначала быстро, да, посуши на этом самом, чтобы воды не было. Не суши, не суши, не суши. Будешь дольше, это самое, готовиться, будет хуже. Все, пошел, бегом. Все. О! Один, может, скорость поменьше. То есть почувствовал, да? Уже идет, и мугры за него цепляются. Это не про меня. Покажите, пожалуйста, сердеческие доказания. Я вам сказала, за олимпийской чемпионки. Что, да? Олимпийская чемпионка.